ребята ура 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 наконец-таки мы добрались до japan mobility show раньше это было токио и сейчас у него новое название здесь будут новинки от японцев от европейцев от американцев от всех компаний больших которые делают автомобили потому что рынок японии он очень вкусный для всех это очень богатая страна поэтому сегодня здесь будут самые последние разработки от автопроизводителей от всех концернов и toyota и lexus и бмв и другие ребята здесь сегодня показывают все самое новое то что выйдет самое ближайшее время либо в ближайшие годы ребята хватит слов пошли быстрее смотреть ребята я предполагаю то что выпуск будет очень большой потому что здесь три больших ангара каждый бренд что-то будет показывать очень много новинок я так полистал что они будут показывать возможно у нас даже будет не одно видео там 23 посмотрим по объему но это будет интересно поэтому заводите чайку подогрейте ужин мы здесь надолго ребят посмотрите на количество людей сегодня у нас четверг мы приехали во второй половине дня мы сегодня были на юсс токио большом аукционе если вы не видели это еще видео посмотрите ниже очень интересно мы там общаемся на тему аукционов объемы продаж крутит ли японцы пробег посмотрите на количество людей сегодня будний день вторая половина дня людей очень много но принципе к машинам есть доступ но мы только зашли пошли быстрее смотреть но последний раз я наблюдал вот это вот когда я положил двигатель на своем джесси вот как раз таки вот это мы снимали мотор разбирали его там вот эти вкладыши все вот это перегретое колено в да 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 вот это все кстати у нас на поршне висит гонг и когда продается тачка подходит продавец и бьет в гонг вот на поршне который самый такой пострадавший здесь представлены всякие гоночки автомобили которые в принципе не особо рассчитаны под какие-то кольцевые гонки но вот здесь вот ребят решили показать и здесь кстати говоря будет очень много части выставок где компании изготавливают тюнинг как раз таки вот чтобы строить вот подобные проекты поэтому здесь не только про тачки здесь еще концерты здесь какие-то местные локальные звезды привозные звезды вот поэтому это для японии очень но большое мероприятие здесь не только про машины ребятушки зацените аппарат это же прям как трофе рейды где я участвовал на джи крузере у нас люди на дальнем востоке строят подобное на всяких пятилитровых турбовых моторах порталы от вольво там вот вот это все но здесь конечно там много тюнинга там птито штоки стоят но у нас реально дальнем востоке делают подобные автомобили круче чем стоит это но я просто вижу да будет там не будет сидушек каких-то там ricara и прочего но наши ребята занимают на мировых соревнованиях педестал с дальнего востока с уссурийск ради востока понимаете я во многих своих видео и в предыдущей поездке в японии я говорю то что они среди детей популяризируют знакомства с автомобилями они водят их в музее в музее при тойоте они как бы знакомят детей уже вот прям с малых лет с автомобилями и тем самым они ищут инженеров но вовлекают детей и вот посмотрите малыш сейчас откручивает стоп чтобы его поменять вы знаете в этом наверное и есть секрет почему японцы занимают топы в автомобильном мире потому что они ищут специалистов одаренных людей одаренных детей маленьких людей уже с детства вовлекают их и смотрят если ребенку интересно то он попадает в автомобильный мир то есть они взращивают свои кадры ищут их вот прям вот с таких вот неудивительно почему и номер один так как это мобилити шоу здесь будет не только про машины как я вам говорю здесь вот последние разработки вот сер electric про то называется электрические движки китайцы уже давненько делают электробайки от honda от yamaha электро мотоцикла еще и эндурики но это прикольно когда у нас это будет продаваться непонятно возможно никогда но хоть на выставке посмотреть и вам показать ребят зацените какая стилёвая коробка я вот вам говорю из видео видео то что мне нравится коробки мне нравится то что японцы делают потому что ты садишься вроде бы в кейкар но у тебя высокая крыша у тебя много воздуха а здесь не то что много воздуха здесь ты можешь на расстоять в полный рост она с меня ростом метр восемьдесят пять я ростом но самое главное вы посмотрите она это просто мечта наверное у нее руль посередине то есть эта машина все она исключает все споры какой руль лучше справа либо слева посередине здесь нет информации что тут за моторы я думаю это наверное все электрокары и просто здесь вот ребята на японском рассказу для своей целевой аудитории для японских как бы граждан мы просто можем только пофантазировать на эту тему бренд фом реально он так может вы посмотрите но это же и все он сразу запарковывается куда хочет ну хотя в китае они уже давно и корея кстати говоря тоже представили уже автомобили которые могут ездить как крабы но вот и япония показывает смотрите на самом деле джили уже давно придумывают вот эти смешные прикольные дизайны джили панда допустим вот мы были в китае видели но вот эта машинка вообще тоже мне очень нравится подобные разработки и зная немножечко японский менталитет вот эти вот девчата они такие у них женственные такие вот все мягкие мне кажется эта тачка зайдет но если вы брутальный мужик живущий в японии для вас есть другой аппарат от бренда и ай м вы посмотрите на вот это спорт 01 почти как зикор 001 но только это него ребята внимание конкурс напишите внизу в комментариях какая японская машина срочно нуждается в обновление самый залайканный коммент выигрывает победитель получает от нас коробку с японскими ништяками напрямую доставленную мной из японии санкцион очка у нас там будет вонючки зарядки в машину авто мусорка в общем классный бокс который подойдет каждому владельцу вица honda fit и даже бмв f7 дорогие хорошие вонючки в общем все качество с японии ребята жду вас внизу и быстрее давайте уже подскажем японцев кого надо срочно обновить ребята машины это прошлое мы с вами уже давно на улицах наших городов видим вот это это самый популярный сейчас транспорт самокат шеринг получается разработки можно ехать стоя с закосом под какие-то велосипеды и вот японцы выкатили вот свой джемпо и классика какая-то и вот на усиленной батареи уже так понимает серийное производство это уже можно покупать но кстати говоря на дорогах токио и когда мы самокатов нет вот этих вот как у нас как там других городах там иностранных прям ты можешь брать в аренду и кататься по городу в японии этого нету но как бы я видел один самокат за неделю пребывания в токио 11 и он лично это не какой-то шеринг а смотрите здесь система которая выдает тебе коробку японский отец нам рассказывает как будущее врывается мир груз перевозок по городу грузовик называется бекон они все говорили танк 300 танк 300 победит все внедорожники займет номер один место во внедорожных автомобилях вот вы посмотрите вот это разработки но ничего китайцы уже фотографируют я вижу со стороны поэтому я думаю им хватит примерно скопировать эту машину но месяца два уже подобное ждите но наверное от компании чанган или джили бренд называется ай-эт ай-эт так ребята карбоновый диск не ну реально легкий то есть самое тяжелое это вот спицы на самом деле а сам диск очень легкий карбоновый вот материалы с которых они делают ну то есть ну да это углепластик и но для всяких гоночных тачек но это будет стоить я даже не знаю ну 2 миллиона долларов или сколько короче ты покупаешь байк стоят вот такие вот зарядки ты приезжаешь отдаешь свои батареи забираешь 2 заряженные вставил и поехал дальше на своем мотороллере вот такое должно быть на машинах уже давно и кстати по-моему кто-то из автопроизводителей уже кто-то заморочился и они будут так делать и поэтому ты в принципе ты вообще не тратишь время на зарядку ты просто оперативно меняешь батарейку и едешь дальше бренд т.к. показывает нам свою машину здесь нету спецификации нигде не указано наверное это электрокар но на самом деле в китае это уже настоящее это не будущее то есть у них даже это не на уровне концептов каких-то прототипов это прям реалии то есть у тебя машина выглядят вот так но поэтому да круто но ребят давайте быстрее в японии быстрее выпускайте чтобы это ездил по дорогам так ребята это уже центральный ангар здесь уже автомобили не такие футуристичные не из будущего здесь уже вот народно вижу начинается все встает знакомый нам продаваться есть какие-то автодома сейчас посмотрим это что-то на тему венов на тему автодомов сейчас посмотрим это здоровенный ангар поэтому здесь будет все ребятушки а мне вообще тема я очень люблю кемпинг вот эти палатки природа у нас приморский край просто на это так богат и мне очень близка вот эта вот тема поэтому здесь вот такие вот автодома посмотрите как мило уютно ну конечно не поедешь наши российские реалии большинство но выглядит очень уютно на закатике сидишь венцо открыл по цене маленькой квартиры в каком-нибудь нашем провинциальном городе вы представляете я думаю спрос бы был бы на подобные автомобили автодома это все херня они сделали баню но они называют это сауна деревянная вся начинка там парная там уже ребята сидят парятся но там естественно не включены просто зашли туда вы посмотрите я люблю очень баню вообще очень сауну и но все куда куда деньги платить чтобы забрать ту машину в россии это бы точно был бы топ вот эта идея все вот эти концепты там электрокары это все не то баня на колесах так ребят зашли в автодом просто посмотреть мне опять же тоже нравится эта тематика потому что у нас россии есть там дагестан есть алтай кто-то ездит владивосток москва то есть и проехать вот это вот очень красивые природные места проехать на таком автодоме офигенно все под дерево просто как говорят то что американцы самые топы в плане изготовления вот этих автодомов и вы знаете это не такой большой басик но как все сделано стильно то есть это маленькая квартира я думаю это стоит нора в районе там 5 миллионов ну там может чуть больше квартира в москве 12 квадратов продается там за 5-7 миллионов либо ты покупаешь вот такой басик и живешь на латайе хоть где я думаю по-моему надо выбирать второе посмотрите вот здесь два матраса кондиционер вот здесь вот все полочки там еще сзади есть отсек телевизор ну вот эти вот все все вообще свет все горит все работает класс я просто мечтаю на самом деле когда-нибудь я в своей жизни дойду до такого что я куплю себе такой басик и объеду всю россию посмотрите на туалет да это еще и душевая сразу уже вообще-то очень хочется в туалет ну ладно мы пойдем дальше тут уже целая очередь но кстати автодома вообще привлекают внимание смотрят все там пенсионеры молодежь вообще просто все что они сделали на базе хайсов они просто красавчики каждый хайс это вариация маленького офиса какой-то кожаный диван во всю длину зачем вообще что это за секс-мобиль какой-то баня на базе к вообще просто красавчики ребят второй ангар посвящен полностью кемпингу на базе больших автобусов на базе даже маленьких той уэйсов здесь сделаны автодома и вообще кто не знал короли кемпинга это японцы я просто подписан на много аккаунтов японские как они первое тюнингуют автомобили там грязевая резина лифт вот про вот это все но причем я ни разу эти машины не видел в луже грязи то есть они ездят просто фотографируют и красиво но и также как они приезжают вот так вот отдыхать стульчики столик мангальчик стоит как они готовят еду у них навесик у них просто на эстетика просто зашкаливает поэтому если вам нужны какие-то идеи а что мне прикупить а как мне вот хочется отдыхать на природе как это сделать вы просто можете брать кучу идей там просто вот так у японцев поищите в интернете поищите в инстаграме поищите на ютубе как они выезжают на кемпы и на самом деле у китайцев есть все вот вот эти всякие приблуды для кемпинга вы там найдете не обязательно это вести с японии потому что все равно с японии сейчас привести очень проблематично но вот эти автодома вот эти хайсы вот эти все машины они нам ближайшее время не будут доступны то есть это большая проблема но автодома и они все на западе то есть их либо делают русские производители на базе каких-то грузовичков никто не привозит из америки потому что это очень дорого и практически невозможно сейчас поэтому просто смотрю облизываю стекут слюнки но к сожалению будем ставить палатку разводить костер вот такой у нас будет кемпинг россии ребят следующий ангар здесь уже наши не вот эти непонятные бренды my age а вот здесь вот уже toyota mazda здесь уже продают сумки какие-то уже вот что-то более какая-то классика присущей японии поэтому давайте смотреть и наслаждаться что наши любимые бренды toyota honda mazda lexus покажет в этом ангаре ребят у mazda один концепт красный с открывающими дверей кстати похоже на овощи на ferrari вот здесь вот они старый родстер показывают но это просто как раритет давайте взглянем и вот здесь вот пара пара спортивных купе кабриолет это тоже родстеры цвета audi я называю стоит 4 700 где-то 2 600 2 700 новый вот такой родстер на моторе полторашка на шестиступенчатой механике 2 500 за вот такую малышку так ребят стенд тойоты смотрите какой-то автомобиль построены в стиле трофе рейдов гонять по болотам опять же говорю у нас ребята строят поинтереснее посмотрите пикап какой-то и похоже это тот самый крузак которого они показали примерно там две недели назад полностью электрический здоровенный джип о котором вообще просто много в инстаграме говорили что вот туда идет тойота ну чё сфотаться с новым электрическим крузаком пока он еще не выходит с конвейера у меня уже будет селфи ну и там как всегда заказывайте сфера картам вот вот это все так первые фотки с электрическим крузаком будут у меня и агуре матч его у ребят а это же краун это самая любимая ваша машина вот стоит в инстаграме просто выстоять любого крауна в любом поколении все миллионы лайков сходите меня конечно очень красивый автомобиль новая версия какая-то а стопики то у нас откуда стопики то у нас вообще мерседесовские оптика с аватар 11 на правом руле но они появятся и в китае я уверен в такой модификации на левом руле и вы можете присесть или в руки краун и вообще в них там есть дает окраун был fire это краун клюгер поэтому не забываем что ведь все машины будут уже доступны на левом руле ребята узнаете кто это это лангрузия правда 78 кузов но только вы посмотрите в рестайлинге то есть эта машина она была на 4 литровом моторе 1g ртом на механике с лебедкой с завода и посмотрите какой она симпатичная стала интересно они будут это выпускать и вы знаете она такая же железная настоящая не вот эти вот алюминиевые капоты как у камри вот я в себе такой купил ездить по приморью ребята новый продоз который анонсировали в двадцать третьем году вместе кстати говоря с gx сам они будут выпускаться и доступны для американского рынка поэтому первые ласточки полетят с америки если вам нужны праздники на левом руле gx и на левом руле вот в таком рестайлинге самом последнем новом кузове вы знаете кому обращаться не буду показывать пальцем все контакты все менеджер внизу все мы уже принимаем предзаказы на эти тачки из америки ребят ну что площадка mercedes все максимально просто это с 63 вот там c63 performance обычные бензиновые twin-турбовые машины ничего интересного тут люди просто останавливаются ну может кто вообще mercedes не видел там из глубинки японии все эта часть неинтересная пошли посмотрим другую во второй части мерседесовского стенда у нас их у s4 50 плюс эдишен ван и там гл е тоже электрический все и позади стоит гелик электрический опять же концепт какая-то ругань первый раз вижу в японии ругань а это электро гелик а потому что наверное вон тот хлопчик который ругался он просто владелец гелика и он хочет этот электрогейм настоящий буталл посмотрите че драгу не устроил напал на бедолагу офисного вот они владельцы g63 в японии то есть эти машины все продаются с еку это все продается с 63 продается c63 продается деле концепт где новая тойота просто облеплена вся ты к продосу вообще не можешь подойти вообще не можешь подойти все вот вот я вижу распределение людей все пусят на тойоте зачем мерседес привез старье непонятно пошли собору смотреть территория subaru а как звучит почти как в кино давайте посмотрим у них достаточно такие много моделей стоит почти как у тойоты ну то есть у него большой кусок здесь будет интересно давайте вот сразу же посмотрим на subaru solterra электрокроссовер полностью электрическая тачка там 400 с копейками у нее запас хода у того же лексуса rz 450 е у него 400 запас хода вы представляете 400 всего по факту он будет проезжать там 350 и вот subaru выкатывать свой кроссовер там который стоит 6 миллионов с копейками yen то есть это там 3 600 там 4 миллиона рублей новая машина что-то между xv и форестером так там очередь посидеть можно хотя бы на пассажире а руль то откуда ченган юникей и все знаете что писали у что за руль о чем квадратный сейчас subaru выпустит а вот этот руси будет вот эта новинка привет извините что я постоянно говорю про китай просто здесь как бы новинки а в той стране это уже реалии которые они ездят по дорогам и поэтому но у меня бы я просто не могу молчать я не буду восторгаться тем что они вот тут вот спрятали зарядку для мобильных телефонов которая даже не прорезинена просто пластиковая камера 360 просто картинка камера на 3 мегапикселя давайте почитаем вот самая топовая версия 7 150 то есть это где-то там 4 300 4 400 в рублях мощность 80 киловатт киловатт часов 71 487 километров может проезжать по факту ну 350 про и минус 30 процентов сразу от него 330 350 ну нормально на самом деле нормально когда toyota ну там lexus выпускает то же самое но кому он сейчас цифры которые поражают это 700 600 но не 487 но . годная и самый старт 3 600 так ну что ребят это фит в следующем пока шучу subaru выпустили летающий корабль это но это просто наверное для привлечения внимания но я вижу лопасти обращайтесь за просчетом контакты менеджера закреплены это какой-то аппарат это что будет что-то летательный аппарат стоит концерт который наверное никогда не выйдет свет subaru спорт мобилити концерт почему-то всех задвигают что-то сейчас будет шоу наверно какое-то subaru красавчики что вообще но какие-то концепты показывают что-то делать прикольный стенд привлекает внимание тоже очень много народу трется ребята subaru cross track это новый автомобиль на двухлитровом моторе бензином есть полный привод есть передний привод на гибридной установки соответственно он у нас по двум фронтам сразу санкционный и недоступен для россии ну что subaru красавчики показывают новые машины здесь нету какого-то ливорга обновленного в 2019 году гвоздем программы был обновленный ливорг на моторе 1.8 сейчас здесь стоит кросс трек вон там лей трек то есть у них все идет в какие-то внедорожные акценты но на самом деле она и заходит потому что посмотрите на xv на импрезу все кроссоверы все равно завоевывают мир и они с каждым годом прибавляют и прибавляют в количестве моделей вариаций даже corolla cross давайте посмотрим на форестера последнем рестайлинге опять же основные линии сохранены фары решетка поменялись темно-зеленый цвет стоит от трех миллионов то есть миллион 850 также на двухлитровом моторе есть гибридная установка на сто семь киловатт ребята ну что вот он гвоздь я думаю от тойота это сенчери в кузове кроссовер стоит малышка она еще недоступна в салонах то есть хочется посмотреть залезть внутрь пока просто можно пострелить через окна никого не пускают внутрь машина прям крутая это кулина то есть это rolls-royce и я прям вижу линии я прям вижу решение эта машина я думаю будет очень популярна среди вип-персон в японии притягивает очень много внимания но практически как правда на правда все равно больше народу я думаю для некоторых здесь это просто типа чё за джип ну ладно пошли дальше а это легенда это птица феникс до сих пор на родился вручную каждый логотип феникса делается вручную мастером что завезем и первые эту машину в россии потому что сенчери в самом последнем кузове мы завезли первые обзор сайте будет внизу надо завести кроссовер поэтому кто хочет ездить на право руль нам rolls-royce кулина только от тойоты мелости просим как только не появится в салонах можно заказать новый привезти ребята этого fire 24-ом кузове это только его концепту сет машина еще не упускается хотя альфар 24-ом кузове уже стоит на аукционах мы сегодня увидели на юсс токио нового фаера еще нету и кстати говоря lexus lm 500 течет а 2 и 4 гибрид полный привод уже продается и уже в конце этого года уже будут отдаваться первые экземпляры уже стоит салонах уже все люди заказывают во фаер 24 кузова он выходит самый последний предзаказ еще ничего не открыто то есть это просто концепт но уже понятно что здесь все будет а вот альфарда 24 грубо говоря все то же самое то есть три модели сейчас альфард во фаер и л.м. лексус ну что да и хатсу нам показывают прикольные машины вот такие встрети на эту дверь что не она стул конечно мне вообще машина интересная дизайн просто бомба ребята я нашел кабриолет и мечты вообще просто и сделали дай хатсу смотрите это для красивой девочки посмотрите на вот эти передние фары ходовые огни решетка радиатора офигенский дизайн я надеюсь это не концепт и он появится скоро в продаже это очень красивая машина но если вы брутальный мужик да и хатсу сделал и для вас кабри вы посмотрите клиренс я просто молюсь чтобы это не был концепт чтобы эти машины ездили по японии ребята задняя часть вы посмотрите клиренс колеса стопы так ребята ну что стою возле кантера но не простого кантера а спереди написано буковка есть синим это значит то что он гибридный но принципе гибридные грузовики уже появлялись вообще сейчас уклон подобной технике внутри японии будет идти на экологичность и все все равно будет стремиться к нулевому выбросу япония скоро придет такому же прям полному вектору как в китае это нулевой выброс потому что в китае большие проблемы с экологией отсюда и такой большой рвок в электрокарах грузовики тоже идут по этому пути таким насыщенным получился первый день шоу ну а завтра будет еще все интереснее потому что там будет toyota nissan honda bmw и вы представляете даже будет один китайский бренд интересно кто же это будет первопроходец кто будет в японии продавать китайские машины на правом руле ребята все следующей части видео с japan mobility show 2023 не пропустите компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля